В селе Залесово есть два детских сада, но они переполнены. Чтобы разместить всех до шкалят, пришлось открыть дополнительные группы в школах и центре творчества. Районные чиновники говорят, другого выхода сейчас нет. Вся надежда на новый детский сад. Он рассчитан на 140 мест. Этого достаточно, чтобы решить проблему. Современный, просторный. По проекту там будут отдельные спальные комнаты, музыкальные и спортивные залы. Дети мечтают о новом детском садике даже на уроках. Главное у меня будет из красного кирпича. Я так додумался, потому что красный кирпич никто не сломает. Прежнее здание детсада как раз сломали. Старое, требующее ремонта, его пытались реанимировать и даже расширить площади. Но объект превратился в долгострой. Когда в 2019-м Залесово удалось войти в нацпроект «Демография», появилась возможность построить новый детский сад. Из краевого и федерального бюджетов выделили 150 миллионов рублей. Работы начались, но планы по ходу пришлось корректировать. Например, сейчас строители ведут внутреннюю отделку, хотя должны были ее уже завершать. Причиной отставания стала пандемия. Из-за нее временно прекратилась поставка материалов. Еще одним камнем преткновения стала теплотрасса. Ее проект не был согласован с районными властями. Было перепроектирование теплотрассы. То есть мы пытались ее сделать летом, но чертежи выдали только в октябре. Получилось, что мы запустили тепло в садик в середине декабря. Сейчас стены за полмесяца отогрелись. То есть сейчас можно продолжать делать отделочные работы. Депутат Государственной Думы Александр Прокопьев проверяет на территории своего округа степень готовности объектов, которые должны быть сданы в 2021-м. Заработает ли к началу нового учебного года в Залесово детский сад? Этот вопрос один из ключевых. Отставания есть как таковое? По... Мы, как раз, нагоняемся. Не, не, они вот, кстати, вот. Они одни из лучших. Одни из лучших ребят. Ну, давайте мы это говорить не будем. Тут дерево нет. Стучать? Не, почему? У них тут все железо готово. Ну, а то мы сейчас договорим и не зайдем потом в октябре месяце. Шутки шутками, но сдать объект в срок – это не только завершить строительство здания. Самая главная проблема – это благоустройство. То есть я понимаю, что внутренние работы, они завершатся в срок, а вот благоустройство – все зависит от погодных условий. Поэтому мы надеемся на то, что погодные условия нас не подведут, а со стороны нас и единого строя заказчика будет соответствующий контроль, и мы все-таки все обязательства выполним в необходимые установленные сроки. По графику детский сад как объект строительства должны сдать в апреле этого года. А до сентября необходимо оформить все документы, приобрести мебель, оборудование, а также укомплектовать дошкольное учреждение педагогическими кадрами. Обращаются к нам с заявлениями желающие работать в детском саду, в новом. И даже, я так думаю, что у нас будет желающих больше, чем вакансий. Поэтому этот вопрос будем решать. Мы хотим привлечь тех воспитателей, которые у нас сейчас заняты в этих группах, в первой и во второй школе, в первую очередь мы их привлекем. Ну и будем набирать. При этом планы далеко идущие. Появление нового детсада станет началом нового этапа развития системы образования в Залесово. Строительство этого детского сада открывает одну важную возможность. Это возможность освободить здание старой школы, которая стоит без капремонта уже более 60 лет. И на этом месте, соответственно, начать возведение, возможно, новой школы, проектирование возведения новой школы. И, конечно, в селе, где более 535 детей дошкольного возраста, создание новой школы – это, конечно, наверное, самая актуальная задача, которая может быть. Получит ли Залесово финансирование на строительство новой школы – это во многом будет зависеть от того, как район справится со строительством детского сада. Илья Кочетков, Николай Шелко, День с толком.